друзья всем привет вы смотрите канал капитан крым мы с вами сейчас стартуем сапун горы вниз выезжаем из севастополя сейчас подождите пропустим пешеходов пусть пройдут спокойно кстати сапун гору очень хорошо реконструировали не так давно и вам рекомендую всем приехать посмотреть у меня скоро на канале будет об этом видео но сегодня другом я предлагаю вам вместе со мной глазами водителя посмотреть как выглядит дорога как выглядит вы из севастополя проедем по стройке на ялтинском кольце и выйдем на трассу таврида в общем видео будет достаточно интересным особенно тем кто планирует приехать севастополь или просто кто следит за стройкой и за всем что происходит в крыму севастополе и на наших родных и любимых просторах и так мы спускаемся вниз сапун горы и сейчас буквально через какие-то пару минут мы с вами упремся в бывшее ялтинское кольцо вы посмотрите что там происходит на самом деле вот забегая вперед могу сказать что меня очень сильно удивляет во-первых темп строительства и эти изменения которые просто происходят на глазах то есть буквально если неделю например не приехать севастополь следующий приезд и уже видишь совершенно другую картину на сегодняшний день у нас перекрыта президентская дорога осуществлен объезд через штормовое село и сделано полностью такая как бы лепестковая большая развязка такой огромный паук для того чтобы освободить для строителей место под строительство двухуровневой огромной развязки ялтинского кольцо бывший вот мы к ним приезжаем здесь вот такие вот организованы объезды со знаками уступить дорогу ну это такое некое кольцо которое растянули на треугольник вот мы с вами уходим направо в сторону севастополя на закат сейчас у нас будет разворот а если поехать прямо дальше мы приедем острякова и мы как бы сам севастополь мы с вами развернулись едем обратно вправо видите наши прекрасные крымские горы залитые светом это у нас направление движения в правую сторону заправки теск поворот на балаклаву и в сторону южного берега крыма в сторону ласпи сторону семейза в сторону ялты а мы сейчас с вами уйдем налево и проедем по всей дороге по всему тому что происходит по всей стройке ну то есть тройка у нас слева а мы проезжаем по дороге я вам покажу объезд как он организован конечно здесь выходные дни и в хорошую погоду которая в крыму периодически возникает бывают пробки потому что особенно выходные в праздничные дни все местные много приезжих сразу устремляются какие-нибудь прекрасные места к морю на шашлыки отдохнуть в лес погулять за грибами очень много грибников кто-то собирает орехи в общем кто чем занимается а слева возводится гигантская двухуровневая развязка тоннельного типа здесь будет развязка не хуже чем москве и санкт-петербурге я думаю что мы увидим ближайшее время говорят что на два года вот организовано такое движение ну мне кажется дорожники компания ват и и я так понимаю субподрядчик компания dsk которые не раз снимал они нам сделают маленький сюрприз возможно построить это раньше итак мы с вами проехали непосредственно одну стройку и по правую руку от нас балаклавская тест которую кстати мы с вами смотрели как она строится заходили внутрь не раз кстати если интересно экскурсия по балаклавская тест что сейчас там происходит я думаю что реально для вас подготовить такой сюжет если интересно пишите в комментариях я обязательно попробую это сделать и так здесь кто не был аккуратнее едьте потому что много знаков ограничения 50 и висят камеры которые все это дело контролируют штрафы приходят особенно в севастополе очень много приходит штрафов мне пока не приходили но многие жалуются итак мы с вами приближаемся к повороту на энкерман и как раз не доезжая вот большого такого путепровода там где был мост помните где еще на мосту был такой стык на котором все подпрыгивали мост закрыт на ремонт и мы сейчас с вами поворачиваем направо в сторону штурмового и осуществим объезд потому что дальше на восьмой этап трассы таврида мы сможем выехать только после этого объезда потому что прямая дорога закрыта там идут строительные работы идет ремонт потихоньку спускаемся вниз здесь везде уступи дорогу конечно выходные в часы пик здесь гигантские пробки этот объезд ну нельзя назвать сегодня дорогу севастополь там из-за евпатории той же самой или из симферополя комфортный потому что промчавшись например симферополя по трассе таврида вы упираетесь вот вот во все это строительство конечно определенный дискомфорт доставляет жителям и гостям но ничего страшного мы потерпим немножко и получим в итоге шикарнейшую дорогу и так полагаю что через два года и здесь появится шикарная дорога и дорога симферополь евпатория мирный тоже достроится и крым будет окутан опутан окутан сетью хороших четырехполосных скоростных автомобильных дорог пока ограничение этих дорогах планируется сделать 90 километров в час но я думаю со временем когда повесят камеры когда будет налажен контроль за всеми этими нарушениями тогда скорость увеличить скорее всего до 110 километров как это везде как на трассе м4 кое-где местами она даже есть 130 километров например под москвой или на некоторых участках в районе воронеж и так друзья мы с вами движемся мимо точнее по штурмовому правее у нас сахарная головка если не ошибаюсь ничего не путаю здесь вот после поворота налево будет такая длинная улица с названием нефтяная улица это понимаю там какой-то идет нефтепровод или что-то в этом роде просто так культу не назовут по сути маршрут движения простой свернули направо едем прямо повара чем налево и выходим опять возвращаемся на строящуюся трассу таврида на восьмой участок и все но самое главное почему я для вас снимаю этот ролик во первых чтобы вы не пугались что там за объезд более-менее нормальная дорога ям там нет есть пару мест где есть там лежачие полицейские не очень такие приятные но речь о другом речь о том что каждый раз проезжая по восьмому участку постоянно меняется картина постоянно удивляюсь вот сейчас открыли движение уже по левой стороне носить смотреть севастополь за вами вот ведь населенный пункт сахарная головка мы по нему с вами сейчас проезжаем поворачиваем налево и постоянно новые пейзажи то есть вот крым не просто меняется застраивается мы с вами недавно посмотрели ролик про недвижимость в западном крыму уютная за озерная песчанка очень много отзывов поступило в том числе по заявкам я рад что вам эта тема показалась актуальна кто еще не видел переходите по ссылке в описании и в конце видео будет тоже такой небольшой тизер если вам необходим если вы ищете дом или участок смело нажимаете по моей ссылке я сделал специально для вас сайт там заполняйте имя электронную почту и что вы хотите я постараюсь то есть я для вас стану неким гарантом мы уже с вами знакомы не один год я постараюсь от откинуть вот эти все левые предложения которых к сожалению в крыму много в том числе на авито буду для вас стараться точнее только предлагать те варианты которые на самом деле проверенные которые с нормальными документами поэтому буду рад вам помочь итак мы с вами едем по нефтяной улице тут на самом деле такой интересный райончик раньше никогда бы сюда не заехал лет пять назад я был один раз случайно там заблудился ну а так вот едешь даже по каким-то закоулкам крымскими видишь то там облагородили то там сделали асфальт сделали остановки сделали какие-то бордюры ну как-то как-то все меняется и вот мы сейчас с вами выезжаем на восьмой этап трассы таврида вот у нас прямо и останется за нами левее инкерман и знаете сейчас вот я собственно говоря хотел вам показать каким образом все меняется в крыму сейчас мы выйдем по этим здесь железнодорожный переезд старый же не регулируем и никакой там просто видимо старые рельсы как раньше в саках было вот поднимаемся наверх и сейчас вы сами посмотрите как меняется рельеф крым не просто меняется инфраструктура не просто а меняется даже картинка то есть если вот раньше уже привычное глазу были съезды подъемы повороты и ты за каким-то поворотом дороги ожидал увидеть определенную картину то например сейчас проезжая по трассе таврида ты просто едешь если так на минутку забыть что ты в крыму не узнаешь места потому что современная дорога современные остановки современные переходы конечно да справедливости вы скажете что свернув с дороги там ничего нет но не везде уже кое-где появляется в обычных селах не в каких-то там специальных элитных в обычных селах появляется благоустройство которого так сказать никто не ждет вот даже с газом если взять вопрос казалось бы да вот объявили президентскую программу а уже вот в молочном на некоторых улицах просто за один месяц взяли и проложили или как правильно сказать соорудили в общем сделали целые целые линии газовые уже в них течет газа три-четыре недели по всему крыму такие же изменения кстати вот многие пишут комментариях что вот нам бы так по все по всем регионам вот вы мои подписчики пожалуйста напишите в комментариях к этому видео если в вашем регионе где вы живете что-то хорошее или только в крым у нас складываются деньги а везде все плохо мне кажется все таки везде делается по чуть-чуть и очень сильно зависит от местных властей также как в крыму там одно село другого отличается могут быть рядом стоять села в одном есть благоустройство где работают люди в другом где никто не старается ничего и напрягаются там ничего не происходит вот смотрите здесь изменилось движение полностью поменяли практически рельеф и так понимаю дорогу сглаживают и мы сейчас проехали по одной половинке сейчас нас переключат дорожники так сказать мы сейчас переместимся и уже поедем по новому асфальту и практически вырисовывается картина вот основная дорога будет левее мы сейчас едем по временному объезду кстати временные объезды у вода не хуже чем некоторые дороги которые у нас сейчас городах там евпатории в симферополе то есть иногда по ним едешь просто как по такой вот немножко мы попрыгали едешь по гладкой дороге без ям в города в наши иногда страшно сворачивать потому что там конечно яма с пол колеса бывает вот смотрите какая картина уже таврида немножко продлилась я думаю что возможно скоро какие-то участки начнут потихоньку открывать в общем друзья я надеюсь вам это видео было интересно полезным такое небольшое в следующем видео мы с вами прокатимся по тавриде посмотрим дальше нашу дорогу как вообще на закате когда солнце светит вам спину и вы едете запада на восток по трассе таврида из севастополя как вообще все выглядит и погрузимся с вами вот вместе с закатом в ночную крым в ночную крымскую дорогу чтобы вы ощутили сейчас у многих из вас наверно ваших регионах идут снега вчера в крыму тоже прошел небольшой снег даже вот электрические эти рез цифровые которые недавно снимал у них в инстаграме там посмотрел публикацию что первую с первыми стихиями непогодами в этом году справились успешно поэтому все постоянно меняется в крыму может быть 0 минус 3 потом резко плюс 20 погода всегда дает какие-то сюрпризы и предлагает новые препятствия для путешествий для отдыха друзья огромное вам спасибо что смотрите мой канал ставьте лайки жду ваших комментариев по традиции и кто еще не успел подписаться подписывайтесь до скорых встреч ваш капитан крыль а